Привет! Игромания здесь, игромания рядышком, игромания делятся игровыми новостями. Итак, сегодня в выпуске. Анонс Counter-Strike 2. Первые впечатления от вампирского экшена Redfall. Epic Games показала новую версию Unreal Engine 5, а в России продолжают развивать поддержку игровой индустрии. Об этом и многом другом сразу после заставки. Студия Valve анонсировала Counter-Strike 2. Причем изменений в игре оказалось гораздо больше, чем ожидалось. Для начала разработчики обновили карты. Правда, некоторые получили лишь косметические улучшения, чтобы игроки могли лучше прочувствовать на них изменения в геймплее. Но часть карт переработали полностью с учетом всех новых возможностей движка. Также сильно изменились спецэффекты. Причем это оказало влияние на игровой процесс. Например, дымовая завеса теперь является трехмерным объектом. Дым естественным образом заполняет пространство и реагирует на взрывы и даже выстрелы. А по пятнам крови можно определить, откуда и как давно велась стрельба. И, наконец, Valve полностью изменила сетевой код игры. Раньше все действия обрабатывались через определенные интервалы времени, так называемые тики. И если ты делал выстрел, на самом деле он происходил только тогда, когда подходило время очередного тика. Теперь же все действия обрабатываются сразу после их получения сервером, без каких-либо задержек. В общем, Counter-Strike 2 полностью оправдывает цифру 2 в своем названии. А сама Valve называет обновление крупнейшим техническим скачком в истории серии. Его бета-тест уже начался. А полноценный релиз состоится этим летом. В России продолжают разрабатывать меры государственной поддержки игровой индустрии. В частности, обсуждают возможность получения от Китая от 60 до 100 лицензий в год для российских проектов. Тем более, что страны уже подписали соглашение о расширении культурного сотрудничества, в том числе в области видеоигр. Также обсуждается создание совместного игрового издательства, которое будет облегчать жизнь как российским, так и китайским разработчикам. А еще Министерство цифрового развития внезапно вспомнило, что наши игроделы являются мировыми лидерами в жанре авиасимуляторов. Им планируют заказать создание суперреалистичного симулятора управления дронами. Ведь современные армии все больше полагаются на дронов, а для управления ими нужно готовить большое количество операторов. Совсем скоро выйдет новая игра Bethesda – вампирский экшен Redfall. Журналистам, наконец, дали в нее поиграть. И похоже, что им понравилось. Некоторые описывают ее как Far Cry с вампирами, хвалят отличную боевую систему, а также свобода действий игрока и при желании, например, можно использовать стелс-тактику, избегая камеры патрулей и скрытно убивая врагов. В то же время задания в Redfall некоторым журналистам показались однообразными. Да и фанаты прежних игр студии Arkane могут почувствовать себя не в своей тарелке. А еще Redfall оказалась довольно посредственным кооперативом. В первую очередь, это все-таки одиночная игра, а потому постоянный онлайн ей совершенно не нужен. Но студия уже пообещала отвязать игру от онлайна. Правда, когда это случится, сказать не может. Так что к релизу эту фишку лучше не ждать. На конференции игровых разработчиков студия Epic Games представила новую версию своего движка Unreal Engine 5. Среди новшеств реалистичная симуляция воды, крутая физика, при которой даже шины деформируются, наезжая на камни, а также возможность создавать суперсложные материалы. Например, с объемным голографическим эффектом, который меняется в зависимости от угла зрения. Но больше всего впечатлила демонстрация возможностей редактора. Вот эту локацию движок создал самостоятельно, с помощью процедурной генерации. При этом разработчики могут легко ее менять. Всего пара нажатий кнопок, и вместо груды камней появляются руины. Причем так, будто всегда здесь и стояли. А к ним автоматически добавляется пара поваленных деревьев, чтобы игрок смог перебраться туда через овраг. Что и говорить, очень-очень впечатляет. Разработчики ремейка Silent Hill 2 заявили, что игра в целом готова и находится на стадии отладки. Но дату релиза студия по-прежнему сказать не может. Это полностью зависит от издательства Konami. Но, по крайней мере, теперь куда больше шансов, что игра действительно выйдет в этом году. Ubisoft начала использовать искусственный интеллект для написания диалогов в играх. Правда, компания десять раз отметила, что это касается лишь незначительных проходных фраз для второстепенных персонажей. И что машина лишь предлагает варианты, а за финальный результат по-прежнему отвечает человек. Забавная игра Organs Please от российской студии из Сочи выйдет из раннего доступа 5 апреля. В мире произошла ядерная катастрофа, поэтому остатки человечества строят на заводе ковчег, чтобы улететь на другую планету. А игроку нужно управлять этим заводом, попутно решая, кто достоин стать членом команды, а кого можно разобрать на органы. В Стиме у проекта 95% положительных отзывов. А прямо сейчас из раннего доступа вышел Roglite Action Have a Nice Death. В корпорации смерти, которая отправляет на тот свет души умерших, назревает кризис. Сотрудники отбились от рук, работают спустя рукава, поэтому директору приходится взяться за косу и начать проводить сокращение персонала. В Стиме у игры почти 90% положительных отзывов. И, наконец, печальная новость. Ремейки Макса Пэйна все еще не запущены в полноценную разработку. Финские разработчики до сих пор думают над концепцией игр. Хотя, казалось бы, чего-то думать. Вторая часть отлично играется даже сейчас. Подтянуть графику и был бы шедевр. И это все, о чем мы хотели тебе сегодня рассказать. Завтра больше. А пока отдыхаем, готовимся к пятнице, бережем себя и свою психику и пока. Редактор субтитров А.Семкин